Другим темам. В Кирове откроется виртуальный музей дымковской игрушки. Все экспонаты будут представлены в 3D-формате, и рассмотреть их можно будет со всех сторон. Открытие музея приурочено ко дню города и состоится 12 июня. Создатели новшества уверены, люди должны иметь свободный и бесплатный доступ к произведениям искусства, в том числе и виртуальный. О других новостях в коротком видеообзоре. За 5 месяцев действия программы лекарственного страхования в Слободском районе количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний снизилось на 18%. Участниками проекта стали почти 4,5 тысячи человек. Согласно этой программе, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые нуждаются в медицинских препаратах, получают их всего за 10% стоимости. За это время было выписано почти 16 тысяч рецептов на общую сумму больше 1 миллиона рублей. За прошлый год кировские заключенные на своем производстве заработали 600 миллионов рублей. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний по Кировской области, в 12 центрах трудовой адаптации налажен выпуск швейных изделий, обуви, сувенирной продукции, изделий из лозы. Также заключенные производят пластиковые окна, светильники и теплицы, а в 21-й колонии поселений открыто мебельное производство. Все вырученные деньги направляются на нужды исправительных учреждений, модернизацию оборудования и примирование осужденных. Кировские экстремалы обретут новое место для активного отдыха. В июле в парке имени Кирова откроется скейт-площадка. Городской администрации пояснили, строительные работы подходят к концу. В Кирове места для занятий подобным спортом существуют на территории парка имени Гагарина и у стадиона России в Нововятском районе. На новой площадке будет оборудование для скейтбординга и роликов. Кроме того, строители установят там ограждения, скамейки, урны и искусственное освещение.